Здравствуйте дорогие друзья с вами снова фирма Петерсон и я Эдуард Петер и после вчерашней свекольной эпопеи которая довольно так удачно закончилась я сегодня продолжаю я буду делать морковные эпопеи как я уже говорил и одно их вместе там как-то эти два овоща смешивать и начинаю я с того что просто фотографирую сок в бокальчике и когда я уже это сделал я понял что именно вот такую совсем совсем простенькую схему я вам и не показывал то есть мы снимали с вам с вами стекло на просвет что в принципе правильно а вот так скажем так красиво снять бокальчик стеклянный соком я не показывал поэтому несмотря на кажущуюся простоту это не совсем просто и сейчас я вам покажу как я это делаю то есть есть масса различных способов как фотографы снимает это но я нашел для себя наиболее мне симпатичный вариант и сейчас я вам его покажу вот наш морковный сок для того чтобы не отражалось белое в самом бокале я его поднял просто взял вторую кружечку кстати этот способ используется когда вы снимаете допустим вино да в рюмке не в рюмке в бокале то бокал на бокал можно ставить и тогда отражение будет идеальным но мне не нужны отражения поэтому я просто так поставил так это что касается как я это выставил на большой площади и теперь что я из освещения взял я ребята обычный софтбокс поставил под углом своей кружечке и сейчас сделаем первый снимок летят что ты кружишь здесь здесь ничего съедобного нет уходить итак я сейчас концентрируясь фокусируя здесь на кружечке так я сделал диафрагму 13 при обычной выдержки 160 1 160 и изуме всегда на сотне стоит давайте мы сфотографируем посмотрим что получится ну вот так как бы ни о чем просто бокальчик стаканчик вы видите что этот край немножко даже левый пересвечен но я это делаю как бы осознанно потому что я знаю что я буду делать дальше а дальше дорогие друзья мы с вами сделаем следующее обращать внимание не выбрасывая батарейки это у меня такой противовес то что скапливается у меня из отходов я беру такой отражатель серебристый и ставлю его вот сюда я хочу сделать вот здесь темную полосу но не совсем темную а поэтому не серебристая стоит фотографирую и вы видите уже что у нас получился такой темненький который отбил эту самую белесость слева так уже хорошо но этот край остался поэтому здесь очень просто все ребят мы с вами берем отражатель какой-нибудь или беда или его тоже серебристый подводим его отсюда и фотографируем в итоге мы получили вот эту фотографию у нас есть еще заковырочки небольшая вот здесь существует пересвет скажем тогда белый просвечивает но с этим мы с вами умеем же бороться правда мы сейчас возьмем черный велюрчик или же прямо вот полоску черного велюрчиком возьмем и положим его вот так чтобы он немножечко прорисовал нам крошку ну надо только аккуратно так все положить ну вот и все дорогие друзья видите все оказалось не так сложно но это просто надо знать после небольшой обработки фотошопе у меня получился вот такой изолат который я сейчас отправлю на сток и заодно я снял и вот этот сок свекольный видите схема одна и та же и рисунок один и тот же который лично мне нравится такой рисунок если вы хотите другой поиграть и с различными настройками с отражениями и так далее я желаю вам в этом больших успехов а на этом я с вами прощаюсь дорогие друзья всем добро пока а